Я решил вступить в один из добровольческих отрядов, батальонов и отправиться в зону СВО. Об этом серьезном шаге Александр Комаров думал с самого начала спецоперации на Украине. Все сомнения отпали, когда по стране объявили частичную мобилизацию. В такой ситуации встать на защиту Родины для него было единственным правильным решением. В голове такая мысль проскочила, что вот тот момент, когда страна действительно просит народ, что нужно помочь. Я пошел в военкомат, сказал, вот у меня есть военный билет, имейте меня в виду. Это была самая массовая отправка в Нижнекамске. И потом, они сказали, перезвонят. Ну, я уже потом сам через госуслуги написал заявление, там уже потом пригласили. Сейчас Александр Комаров отправляется в Ростовскую область. Там в течение нескольких недель он будет проходить курс подготовки. Провожали Сашу самые близкие. Его супруга Яна Яникова говорит, решение мужа она поддержала, хоть и сделать это было непросто. Я ему пообещала тогда еще, несколько месяцев назад, я ему пообещала. Я говорю, Саш, я плакать буду, но останавливать тебя я не имею никакого морального права. Потому что, ну, во-первых, это его выбор. Выбор мужчины. Как я могу его оспорить, это, ну, в принципе, я не представляю. Во-вторых, это выбор настоящего патриота, который любит свою страну, любит свою Родину. В-третьих, это человек, который занимается поисками солдат с Великой Отечественной войны. Кстати, этому благородному делу Александр Комаров посвящал очень много времени. Его сюжеты с мест, где проходили поиски бойцов, зритель всегда смотрел с замиранием сердца. Он мог рассказывать о находках часами. Его фильмы о работе поисковиков ежегодно занимали самые высокие места на престижных российских и международных конкурсах. Первый день нашли кучу ботинок в яме. Думали, просто сброс. Сейчас, не знаю, несколько дней проходим опять. Решил посмотреть наличие пальцев или ядочная кость может сохранить. Может, есть положение, что все-таки это яма с бойцами. Так как другие поисковые отряды говорят, что от человека сохраняются там буквально две берцовые кости, потому что земля очень плохая. Надежда есть. Мы, друзья и коллеги Александра Комарова, просто уверены в том, что у Саши все будет хорошо. Кстати, я сейчас нахожусь возле его рабочего места. Здесь, конечно, ребята навели порядок, но кое-что все-таки осталось. Вот, например, вот эта кружка. Немногие знают, но Саша является болельщиком миланского интера. В общем, здесь многое остается на местах. И мы, конечно, ждем Александра Комарова домой и, конечно, с победой. Александр Халин, Илья Челноков. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова